здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина что ж посидим поговорим повяжем мой добрый зритель я приветствую сегодня всех тех кому нравятся пусть небольшие продвижения болтушки ни о чем все остальное так серьезненько мастер класс и так далее да надо смотреть не за когда у меня будет но недавно был по джемперу нужно смотреть по названию или если нужны большие продвижения то от итогов месяца к итогу месяца мы тут так поболтать вышли погода еще начать кажется погода 30 с лишним у нас вроде впереди не ожидается эти дни прошли но такие около тридцатники такие знаете бродят прогнозы 28 29 и облачно и вот сейчас с утра действительно облачно но все равно солнце как-то побеждает и какой-то намек на дождь но не сегодня не завтра его по прогнозам нет а потом несколько дней в общем-то капельки нарисованы не знаю будут они или нет сколько так было когда капли нарисованы но именно в нашем районе да не был может у кого-то где-то прошел но дождичка мягко говоря не помешает прям мягко потом снижение идет до 24 26 градусов по прогнозам это я сейчас на недельку смотрю то что их могут перерисовать и это тоже не исключено но все-таки такой вот не нарисую же 26 опять до 32 какое-то такое снижение кто сейчас загорать может быть случае то конечно проходит через облачность да но все-таки как-то хочется какой-то свежести при такой вот облачности ее нет вот на какое-то томление вот тяжесть вот этот вот парит что ли непонятно что какая-то такая вот у нас погода 26-28 и облачная нутром еще ничего ночью даже какая-то такая свежесть была я ее уже забыла но дождичка конечно хочется тем не менее мало ли что хочется будем принимать все как есть что касается вязания у меня светофорик я так посмотрела а у меня светофорик красный желтый зеленый давайте пойдем по порядку красный но это конечно коралловый может так условненько все будем называть мой палантин я его продвигала так как совсем не на немно не намножко совсем на немножко но тем не менее тем не менее моточки тают 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 я надеюсь я его планов не ставлю но мне бы хотелось чтобы концу июля они растаяли казалось зачем сейчас тратить время на палантин ты вот довязывай испортилась я раньше вот один процесс и все хорошо что сейчас меня утомляет там сто пятьсот процессов я их все но я не то ли еще будет то ли еще будет вот три четыре процесса чтобы до каждого ручники доходили это пряжа у нас коралловый какой коралловый таня королевский коралловый королевский мохер королевский мохер от отрико я взяла две ниточки и вижу здесь мохер нейлон и шерсть 50 30 20 процентов соответственно вес 50 грамм граммовку я не помню это надо идти на сайт отрико спицы и граммовку этой пряжи написано на сайте хитрюльки чтобы мы туда пошли и значит посмотрели пять с половиной спицы взяла начало и завершение пятерочкой чуть-то как сказать поменьше почему вижу палантины первонаперво у них нет привязки к чему нет привязки к размеру то есть я могу немножечко постранить немножечко не постранить в обратку но палантин он не будет вот я сейчас капельку вроде схуднул и некоторые вещи у меня уже великоваты хотя мне так хотелось их побольше побольше пока еще за версайз сойдет я не как сказать не сижу на диете меня нет цели там постранить но так летом получилось просто может быть хожу большим плаваю физической нагрузки да вот от пирогов то отказался и капельку как-то что-то и если так пойдет дальше что они будут велики не знаю может быть зимой опять в колею войду просто может быть вопросов будто они специально сравнить и нет а палантина да они миленькие хоть ты по стране лишь хоть ты в обратку пойдешь они всегда так сказать кстати мне наверное вот это прям почти половину вот здесь заканчивается я так думаю что мне еще дома . думал только один возьму еще и изнутри и свиньи буду вязать и в трех матках нет нами еще два матка возьму и буду вязать вот этот хороший такая половинка палантина который я представляю в общем движется вязать очень приятно и как уже сказала невероятные преимущества палантина в том что можно связать себе не боясь того что ты пуху поправишься или похудеешь не боясь того что кто-то поправится будет то есть я веду к тому что это отличнейший подарок если нужно сделать подарок не нужно переживать на только будет по размеру или нет надо только точно знать что этот человек любит носить палантины палантины из махера чем они мне нравятся из махера из альпаки на шелке от брашта альпака силка у меня есть мне даже на дзене есть такая небольшая статья любви палантины откуда любовь у меня пошла с детства почему-то я там все написала они легко заворачиваются в шарф и прям вот знаете можно на вот когда осень подходит вот эти вот прикрыть плечи легким легким но теплым теплым изделием да это просто фишечка когда батареи вот сюда не выходите в вязанках да я сейчас с ума сойду вязанках сидите они мне говорят не это выражение употреблять я сейчас будет очень жарко в этих вязанках сидеть а вот когда батареи еще не топит или батареи уже не топят я в палантинах очень часто сижу и мне очень нравится цвет коралловый не идиот как вы все отмене идет мне все цвета идут в общем я так вы знаете не могу вот сесть и связать палантину людей как это получается я вижу его мелкими перебежками чтобы красавицы осени был палантин вот такого цвета у меня еще нет каких только цветов у меня нет ну такого я любила раньше положить его в сумочку чтобы он был и такие вот дни они бывают не часто но тем не менее далее утром на работу ешь прохладно потом рожарила распарила в обед вообще не думать такие палантин а к вечеру может быть опять похолодать и так сумочки берешь и ты уже тем более палантин можно как-то завертеть закрутить как будто это типа пончи ну вещь вот кто любит тот любит я люблю палантин я буду вязать и кстати по цвет некоторых багряных ведь осень то она не только рыжая красавица она еще такая где-то все это краснотой отдает будет очень красиво очень красиво куда бы не ехал и обязательно палантин на дно дорожной сумки положу вот в москву первых легкой футболочки летом ездила ся палантин если мы там с детьми гуляли вечерами ничего мне больше не надо палантин набросил зашли в кафешку палантин сняла и все очень хорошо так в общем вижу на месте не стоит могла бы конечно с такими то пять с половиной спицами сесть и связать но потихоньку потихоньку чтобы не было обратной реакции что вообще больше никогда не свяжу палантин я вижу постепенно светофор нас красный желтый зеленый значит желтый за желтый у нас отвечает варна это пряжа варна абсолютно по всем пряжам есть отдельные ролики поэтому я так только этикеточки но варна там вот украшает она сейчас немножечко корзиночку ночи это пряжа обалденно 90 процентов хлопка и 10 процентов вискоза 50 грамм 190 метров в общем то прям кто любит смотреть образцы для для новеньких забуду оставить ссылку теребите меня там я показываю образец очень хороша пряжа во всех рисунках но я выбрала лицевую гладь ибо здесь участки хлопка сменяются участками где хлопок перевивает и доводит до проволоки буквально этот хлопок вискоза озарится и вот такие участки они пока неровными конечно смотрится и пусть смотрится они мне очень нравится немножко другой цвет неровности но мы с вами уже даже близко все это смотрели обсуждали вот так сейчас хорошо видно вот эти более темные участки это там как раз вискоза прям буквально хлопок в проволоку делать потом устает и какое-то расстояние это пряжица очень есть все моточки положила туда и не взяла а очередной моток я довязала вот мои продвижения по соседи что там делают кстати очень хорошие соседи в прошлый раз я только-только сыток надо это такая вот модель которая мне очень нравится когда набираешь петли хочешь резинку хочешь нет у меня в этот раз никакой резинки у меня просто давно я такого изделия не было ролик но не каждая пряжа мне нравилось потом значит вяжешь плечики там как-то это может быть реглан погон но кто-то мне написал что реглан погона когда строго по плечу а дальше пошло вывязывание но у меня вот по типу кокона что ли в общем то я вижу то необходимо мне ширины ширина может быть чуть ли не до суда вот понимаете это модель чем одни тем чуднее смелее кто как ее воспринимает дальше вяжется отдельно я всегда стремлюсь к 80 73 75 это должно быть обязательно дальше как потянется то даже если сядет с ними небольшой свободы облегания если растянется еще лучше вообще люблю широкие вещи но здесь не сказать что прям очень широкой дальше вяжется отдельно спинка отдельно перед и потом они опять соединяются и вяжется вниз здесь если допустим вы поняли или было задумано что у вас очень широковато можно сделать несколько бабочек с обеих сторон естественно и вниз пойти я никаких убавок не делаю я просто гоню вниз и вот мы с вами теперь я возвращаюсь к своей мысли остановились прям буквально даже сантиметра не было провязано я объединила после того как провязала проймы спинку и переднюю часть и вот я связала здесь не все из одного мотка потому что здесь еще остатки пряжи были вот я сейчас потяну ниткой лучше нащуплю вот вот один моточек чему я говорю мне нужно еще один еще мне кажется я уложусь 6 мотков пока у меня четыре мотка из 1 так значит я фиксирую вам свои свое продвижение мне кажется она прекрасно прекрасно все ниточка довязана я дошла до боковушки да здесь и так очень хорошо совпало что вот даже если бы осталось много но я до другой боковушки не дошла бы я делаю ложный шов это по которому я буду ориентироваться потом все мне нужен следующий моток и у меня ушло ровно четыре один моток пока я вот значит росток вывязывала туда-сюда бродила вот где-то он здесь второй моток неполный это как раз значит спинка пройма вот этот участок проймы я его так называю третий моток это передняя часть проймы тут я их всех довязала эти моточки и вот четвертый моток это пошла длина и я так посмотрел ну смотря какая конечно нам длина то нужно тем не менее я понимаю что могут вязать или в конце даже в июле если все бросить я в июле могут вязать даже два дня на один моток до него другой моток конечно же если потяну если опять за палантин возьму за это нас кивить пока вчера буквально вологи приготовил насочную корзинку но пока держусь вообще не врала если значит не отвлекусь я свяжу в июле если отвлекусь в августе но поносить я ее еще смогу и думал еще хватит 8 мотков таких и один зелененький я так и думала что я куда-то что-то я теперь понимаю не просто хватит 8 мотков 8 мотков не понадобится пряжу мне подарил леночка ровнувлен огромное спасибо если смотришь это прелесть конечно подумываю я я как-то вот баловалась образец про частный образец там я его не взяла я образец приложила может быть потом рисунки там рисунки у меня на образце то а если связать кармашек который тоже вот ну у меня нигде никакой обработки не будет ни резинка ничего и кармашек сверху будет тоже руль и держать я наверное свяжу и приложу но он ниточку отрывать не буду и если это по теме будет я оставлю здесь вот так вот как бы кармашек поддержит горловину и она должна постирать но не пришивать и не отрывать от мотка потому что этот руль может пропасть но если здесь ручек пропадет и вы допустим у кармашку он не будет функциональный карман такой полотно все дырявенько хотя по нижней границе рекомендуемых спиц 3-4 спицы я взяла тройку но это вот просто для красоты какая-то такая штукенция тоже не обработана все это мне так на и важно видеть себя вещи вещи на себе вот подумываю но и без этого будет замечательно я гоню вниз без всяких расчетов без всего просто зная что скоро я закончу меняю даже спицы тройка ну допустим на два с половиной и несколько сантиметров провязываю не буду убавлять петли чтобы там две вместе 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 здесь это не нужно нужно я думаю что не буду убавлять петли вот но спицы поменяю и закончу прелесть все высчитано все вывязано и даже никакой резинки ничего две вместе правой спицы на базу левую возвращаем спицу в общем прелесть я правда и говорю если вязать только эту вещь можно прям вот ее закончить но тем не менее таня начала даже новый процесс возвращаемся к светофорчику красный желтый и зеленый продвижение здесь ну кто-то смотрит влоги кто-то не смотрит влоги кто смотрит может быть даже вязание ролики не интересно тут выбор да они опять о том же говорит зачем смотреть пряжа я не знаю как она будет девочки если кто-то связала носит скажите как это пряжа бенгал в эксплуатации потому что внешне и вязание нам не нравится моя красоточка даже не пугает меня то что тоже спится то у меня процесс нет не заброшен нет 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 джилетно мы с вами говорим с вами я только вчера провязала еще определенное количество рядов я в день по рядику не каждый день я могу там опять пропустить и потом довязать и в этом месте я дойду до резинки и в следующем в августе я свяжу одну полочку стоп и получается что сентябрь октябрь декабрь 4 5 месяцев я взял одну пугу вам 4 то есть по идее сентябрь октябрь на ябдик я должна к новому году свой джилет закончить какое у вас терпение еще что-то я вам уже говорила что не хочу присытиться что ли я получаю удовольствие и наверное на смену может быть джилонгу шикарный пряжа но я вижу на двоечка на память какая прелесть все-таки бобин вот и маки красивые но я так допустим уже связанный космос свитера сравнивать там черненькая с таким вспышками пряжи да вот джилонг и вот это мой бенгал радости они мне дарят невероятное количество хотя вы знаете вот варна она по расходу если в 6 умещу 6 5 300 грамм отец без рукавов на что было дело когда я 300 грамм умещала с бобинками с рукавами тоже расход очень хороший и у меня обязательно останется желтенькая отварная и зелененькая я подберу хлопок с вискозы тоже пряжицу какой-то нет а у меня даже есть крестьянка хлопок вискоза там лен еще несколько ниточка тоненько-тоненько бобинная пряжа там несколько ниточек можно подогнать и тогда желтый такой вот цвет он прям натуральный льняной и зеленый ой можно такую штучку у меня вообще лежат и хлопковые остатки которые из которых можно связать что-то очень красивое для новеньких это пряжа бенгал я даже выучила состав здесь есть baby альпака хлопок меринос па но процентное отношение соотношение я наверное никогда что-то я не запомню сейчас как запомню альпака 37 baby альпака 37 запомнили девочки у тебя подсказывать начало хлопок 45 и что тут девчонка из квартиры 45 приснилось мне опять меринос 8 мой 8 это знак бесконечности если положить короче baby альпака хлопок и меринос 37 45 8 соответственно все остальное по я палантин тоже хотела из всех тех соображений которые вам сейчас рассказал просто мне хочется из такой прекрасной пряжи иметь вещь но не бояться ой я поправилась теперь не налезло я похудела кому теперь отдать построение слова похудела нельзя а это палантина палантин ну знаете когда я думал палантин или свитер я не вязалась меня лежит думки лежит я знаю что дойдут руки потому что год дракона я себе дала слово вязать повязывать что-то зелененькое прям вот обязательно а тем более год следующие деревянные змеи этого не написали девочки не я выдумала посмотрите это же и дракон и деревянная зеленая змея в одном флаконе приходится к моим любимым животным следующим ну ничего мы подружимся я так люблю мышей и змей жаб сколько был сантиметрик наверное я перри примерила еще космос но там ниточка черненькая была я уже не помню метраж обалденный надо ставить ссылку на королевский мохер на варну и вот на эту бобинку и на космос в процессе я буду пересматривать и оставлю и там 120 петель как раз было хорошо чтобы горловина не горлу а как-то от горла отходила в то же время горлоса согревала и вот здесь 120 не прокатывает потому что там все-таки была к ниточке основной бобины ниточка мохера это я их пряжу для космоса и вот это брала в магазине итальянская пряжа в перми я очень рада что наташа открыла канал италия пермь называю надо ставить девочки если забуду скажите и там я сижу наблюдаю может конечно зайти в магазин и так очень долго делал и смотри бобиночку читаешь так далее но когда вот эльвир очка до хозяйка магазин дель наташа хозяйка магазин итальянской пряжи перми показывает нам бобинки в ролике проходясь это совсем другой калинкор лично для меня это откладываешь вязание и смотришь и там это и об акциях можно узнать и о том какими наборами наташ часто продает не могу знать есть такая пряжа или нет но смесовочка шикарной там столько много шикарных смесовок что даже если это и нет можно взять любую другую но я вдруг почему тут особенно после джемпера космос там тоже выбер пока благо там там тоже смесовка обалденный я в голове не могу долго держать baby альпака хлопок меринос 37 45 8 долгий могу так и вот здесь я пока еще да пока я не выйду на основное полотно как это будет держаться держаться это резиночки не будет она сейчас вот до вто держится а потом тарьярием там тарьярием не будет 8 процентов меринос не справится с альпакой с хлопком которые не собираются очень какую резинку держать я это понимаю это мне надо учесть и поэтому если сейчас мне прям все так по цвет идиот я буду дракон остаток этого года я надеюсь сижу а потом с января я буду зеленая деревянная змея и с учетом этого у меня кажется получается горловина это с вами не надо мне вот так я свитера из этого не любит за это может быть потому что я покупала потому что горло как хотя нет был какой-то период когда водолазки черные особенно я сейчас люблю просто не могу на себя подобрать чтобы не нравилось но там как-то не давила там она была вроде бы вся вот второй кожей но в то же время все-таки от модели все это зависит но я не помню ну просто вам принесет я не брала свитер потому что она-то хотела и горло закрыты все надо же еще и нам в детстве и свитер и еще шар сейчас я выбираю какой-то какой мороз крещенский и свитер и шар в общем я начала во влоге как мне кажется на правильном пути пока а про количество петель там говорить не буду скажу чуть позже будем наблюдать я потихонечку буду вязать все-таки хочется мне уважить дракона в этом году как свяжу так и свяжу я могу осенью связать я могу если очень сильно затормозить ну так уж не зимой но в любом случае это все будет по делу был сантиметр сейчас видите продвижение я брала его даже с собой на отдых но там что ты я что-то юный натуралист последний заделалась не надо на рыбку посмотреть на жабу на какую-нибудь водорезку плавающую в общем мне нравится мне нравится там и голубой цвет был серым бенгалт этот я даже думать не буду название меня быть бенгальский может бенгаль правильно говорить может бенгал не знаю девочки видите это вот у меня остаться с бенгальским огнем нет но у меня будет в любом случае бенгальский свитер какой красивый он мне кажется космоса будет отличаться тем то что горловина два надо там там один один точно я не помню неважно и я настолько почему-то полюбила и захотела свитера а потому что он легкий вот это космос я так и душу он будет просвечивать еще что-то ничего подобного просто на белье он легкий и он такой теплый что прям порою и вот и это будет легкий теплый все-таки троечка не двоечка джилет у меня все идет как бы к завершению там не надо мини пуговицы ничем не париться что не вижу везде все 10 пока надо померить а хвостики не убираю а там да надо кстати в арне я померил на тушку хвостики все убрать у меня немножко щекосик а в джилете я уже все все убираю мне только спрятать ниточку когда завершу одну полочку спрятать ничь когда завершу другую полочку и прелесть и вот поэтому пусть тройка на основной полотно может быть я даже перейду на 325 это уже все-таки не двойка и будет такой вот фоновый процессик никуда не торопимся никуда не бежим прелесть девочки не знаю есть пряжа или нет напишите как она явно есть кто-то конечно она прекрасна сама по себе на прекрасно смесовки вот еле-еле удержалась с мохером тоже не смешать как и гортончик у тебя космос с мохером есть а здесь позволит бэби-альпакушки похозяйничать в общем я так довольна это довольно просто вот мое мое как-то зелени в этом году меня прям берет в оборот все это дракон виноват на кого-то надо свою любовь к зеленому цвету когда год дракона пройдет год змеи пройдет следующий год там каком-нибудь красного коня я не знаю что за следующий год будет я тоже буду видать зеленым там кто-нибудь еще я что-нибудь придумал все а вот и не все а вот и не все я все перепутала все начинаем ролик заново здравствуйте я начинаю с готовых работ сегодня вообще но это все жара виновата все жара виновата я что перепутал как у нас готовые работы процессы все остальное а сегодня процессы готовые работу какое-то вносить разнообразие же надо в ролик да так что не все девочки готовы работу не есть кто ролики смотрел и в двух влогах мы прям с вами их довязывали стирали сушили это мои гольфики я не я уж столько перевязала все но чтобы я вот так вот радовалась гольф ужин да и я прям не вспомню когда это было и хочу связать так это значит основу у нас серенькая основа какие ниточки какие что в некоторых руб я прям во многих роликах уже говорил показывала ализа супервош стопроцентная шерсть это трико и ниточка лидии вот такая рябушка да все мы с вами прямо в роликах которые выходили посмотрели все показывали мне показывала я и это остатки пряжи наталья фадеенко подарила мне в мае шикарному пряжу ручного окрашивания я носки навязала все пары и вот остатки в дело следующую пару я свяжу только основу будет не темная основа будет какая-то бежевый еще какая-то вязать легко просто вот эти я же такое да тошно на так вот эти кончики пока спрячешь да чтобы зланочка была красивый так далее так далее как раз до осени я сделал перерыв я себе дала установку установку приказ сейчас прям приказывайте еще себе еще не родился то кто мне будет приказывать я договорилась с собой до осени не покупать что такое бео может быть беленькая потому что вот это вот пряжа она абсолютно там еще добавится кое-какая то что какие цвета сюда не вошли я свяжу еще себе это самое светленькие такие обожаю гармошки обожаю не смотрите на то что они после стирки до как-то стремятся показать себя гольфиками еще подобного обожаю с лосинами мерила так классно такие у меня из вискозы штанишки толстенькие тепленькие наверно сразу дорожную сумму планете положить сейчас на мокше мест нет несколько пензенских подобрала нет я все таки вот нравится моя мокша осень то будут места и я поеду и девочки сравнили с чем тут не сравнили мне понравилось домотканными половичачками как я могла забыть это у меня просто вот здесь такая история лежит а другая девочка пишет однозначно писала мне я не помню на youtube альнадзен что похоже на домотканной половичачки да я рада что у нас такой еще такая компашка да кто-то даже не понимает о чем мы говорим может быть эти домотканными видели это только на картинках в музеях он в краеведческих и я у меня так вот понравилось сравнение но я на деревенское и она что-то а кто-то писал нет на домотканную то они похожи те гольфы девочки не гольфы как это без стопы то называется сейчас буду гетры монтировать думаю вспомним которую нас связал к печкам и лавочкам девчата ведь точно девчата точно я уже я кстати носила когда вместе ансамблем да вот эти на домотканной похоже больше девчата половички но это пока другие не видишь да 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 потому что наши бабуленьки брали же все что есть да где-то рябила где-то не рябила это у меня гетры кстати хоть так хоть так я отвязала поуже пошире а потом забываем и уже хоть так хоть так там можно один так один так напялить здесь такие шикарные пряжи это тоже остатки я связал три верблюда кардиган он прям классный и осталась пряжа леночка ударила и я значит смешивал смешивал смешивала и связала печки лавочки даже принесла девчонку показать это для новеньких недавно мы тут выезжаем и я все равно там хоть и жарко при жарко там где от комаров где еще чего-то беру это я так люблю если она мне однозначно 1 ну куфты эти как это сказать она мне изначально была прям мягко говоря великовата на вязала то сейчас моя вот это вот кофточка заплатками от бабы еги я вообще могу в одну полочку так взять давайте посмотрите вот она полочка я закутываюсь и мне так хорошо я понимаю что некоторые вещи мне становятся которые были маловато и хорошо которые великоватые еще больше века а это изначально был оверсайз еще печки-лавочки кельмяшкина если ввести то вот это изделие выйдет одно мое любименькое но когда я нарядилась и вегетры понимаете глаз у всех почему-то падал на гетры и комплименты я получал от гитрули классные очень носочки классный гольф у него и только после этого могли там я еще шапку связала кто-то доброе утро желает но я не могу одновременно нарядиться вот в гетры и и в печке лавочке могу в гетры шапку могу сейчас подождите это я для новеньких устраиваю пока смут это все провязали мне еще где тут а шва-то нет но смех смены нити и шва нет смены нити резин да не бывает без ты знаю но кому-то есть не мешает вот так как я поняла где перед где за лесенка поэтому я не знаю почему гетры больше комплимента словили еще какой-то костюм правда кроме сам маскарадный верно и почему-то я в шапочке вот маленько по это самое температура снизится пусть буду я вообще все уже но я шапку с шапочкой на пялю к тому были на даче подружники купил дом неотапливаемый там так шапочка бы не помешал там я не было печка лавочки какой-то кофте была шапка была совершенно другого фасона а сейчас могу прямо вот так красивой убираться неотопленной дачи она уже она уже отопляемая отапливаемая стала вот девочки вы правы вы правы кто написал что у таня половички это больше напоминает у девочки полочки тоже разные сейчас мы сравним там диван не переживайте куда выбрасывайте вещь куда выбрасываю вот это выбрасываю не скажу я кажется нашла свой стиль и определилась с фасончиком классника вот теперь вопросы пойду возьму так во первых девчонки меня хвалят за мои толстянки спасибо огромное кто меня спрашивал какие цветы кроме толстянок есть да я сказал что замяк улькос и совсем недавно еще был трехгранный молочай сейчас нет а на другом канале татьяна я прекрасно помню ваших первых роликах вы показывали орхидеи были ими влечены сейчас совсем ролик они не мелькают орхидеи когда я занимался орхидеями мы еще с папочкой светлой ему память занимались по весне вот этим огородом на окне да и мне нужен был подоконник для того чтобы сначала рассаду вырастить себе и папе вот этих вот комнатных томатов чудо на окошке мы выращивали не балконное чудо балконное чудо нам подалась какая-то пересортица вырастали огромные куски вы кустки кусты ягод там не завязывалось практически а вот чудо на окошке совсем другой коренкор такие коренастые и очень плодов много и я думал куда-куда здесь на этот период орхидеи я их переставляла ну вроде тут вот на тумбочке недалеко от окна еще что-то они очень плохо это все переносили и потом для глубокой осени все-таки на улице помидоры томаты да то может фитофтор еще что-то а дома папа вообще срезал пускал корни и до нового года еще один урожай выращивал я-то убирала по осени но уже глубокую осень то же дома теплее чем на улице и все это время с ранней с ранней весны до глубочайшей осени орхидеи они понимают что они как бы лишний что-либо они обижались они красиво смотрелись в роликах они конечно же даже на подоконнике не так хорошо смотрелись как допустим где-то там на тумбочке украшали действительно очень многие видео и потом но их у меня я разорил дело в том что как наши детки обычно вспоминают да что какую-то аппликацию надо делать или какой-то костюм я там никогда не забуду сейчас отвлекаюсь то ли уже спать легли все мне кажется дремать а у меня костюм баратино жена завтра на понимаете мир спи родной я им за ночь костюм баратино также вот у меня поздненько звонок какой-то был да и подруга говорит нам орхидея нужно но как у тебя точно магазин сейчас работает или мы к второму уроку принесем надо иметь к первому уроку цветочные открываются там я не знаю очень школу к восьми цветочные открывается 10 например или девять типа то не дали нам любой цветок а мы тебе потом купим взамен еще какой-то какая-то выставка что ли там еще что-то я поняла что это самое время отдать все орхидеи после выставки мк наверное домой раздавали их назад я не знаю вот но в общем орхидеи у меня нет у меня не очень-очень нравится и может быть надо взять потому что сейчас такого влечения рассады а ну сейчас я бархатца родителям выращиваю я не могу один такой ящичек то вырастить у меня умещается на подоконнике 3 и врач в этот раз ведь они пригодились серёжа дала потом из остатков собрала то что мои морозы грянули в мархидеи у меня нет но я обожаю эти цветы обожаю так комментарий сводится к тому что татьяна представьте такую стоят ситуацию я знаю что она не про вас вы хотите что-то связать из очень дорогой пряжи например полинезе у вас нет возможности и купить а так хочется а тут еще блогер то там тут призывает крупном шриф написано купить такой очаровательный пряжу хорошо им далее за просто так наверное да 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 просто так вот и сидят нахваливать до рекламирую а нам не имеющим возможности купить что делать как бы вы поступили но я что-то вообще как-то не очень поняла этот комментарий очень много чего на свете есть что я могу себе позволить как я поступил то тут какую-то машину нахваливать да там вот квартиру там может быть где-то нахваливать таком районе что я спокойно отношусь и вы знаете какую-то я услышала вот насчет блогеров нотку если я услышала я зря простите тут я всегда говорю пусть ведь у всех есть здесь вообще вот чтобы я делала вот я зритель нахваливает мне блогер какую-то пряжу пойти купить нет такой возможности пойти купить а ему еще и на халяву вы простите на запросто так далее вот это за просто так в руках абсолютно каждого меня даже однажды когда я куда-то мы собираемся подождите мне нужно обзор снять было очень давно я еще сотрудничала с миром вышивки вот идите на прогулку без меня не могу выйти дома подождем игру и часа три-четыре ждать нибудь какие три-четыре у тебя обзоры минут 20-25 выходит это ролик минут 20-25 а что за ним стоит цветы выставить расставить посмотреть снято не снято вырезать потом еще что монтируйте а потом не лишь бы отснять это подготовка продумывание к это украшательство еще чего-то и как-то тоже проговорила вот просто так игра на себе посылку отсними ролик вот такой чтобы понравилось тому кто метр ролик так сказать пряжен обзор посылал магазин я тебе все отдам а я прям побалдею домашними делами займусь у меня и стирки и готовки и вязание того же только пожалуйста не так чтобы одобрить и вот она ты поймешь такой просто так я не могу на что не взять клубочек а нет это она там да что там взять клубочек повертеть почитать грамм так вот грудь взять клубочек повертеть почитать даже может быть слегка обиделась и прежде чем говорить про просто тогда подумай и вот вы тоже подумайте есть магазин который дает на обзор товар пряжа это или не пряжа это наверное магазин сначала подумают про блогера которым можно доверить значит этот канал работает на этом канале выпускается видео и видео выпускаются именно того формата того вкуса того содержания как нравится человеку который предложил блогеру на обзор неважно там пряжу еще что-то а это не так просто а путь открыт вот что делала бы я может быть я открыла канал и работала вот таким образом чтобы быть замечены чтобы сидеть только от этого обзора я откажусь от пряму это откажется приму если этот путь не подходит да ну как правило вот я бы эту злость дали ему запрос так я бы выключила вот молодец открыла канал паша так что я дают вещи на обзор просто сказал молодец какой там полинезия ты не та которая тоненькая толстенькая времена такая получается вы знаете пути это здесь на самом деле много очень много это не какая-то там цель вообще неисполнимая да может быть космос полететь не у всех получится а пряжу купить нет понравилась пряжа по путей очень много как самый наверное простой вариант если вообще ничего не менять я бы поискала заменители я сейчас могу напутать но мне кажется именно на полинезию похоже новинка и у yarnart если что-то напутала не сразу верчик напишет так ты все перепутал вот совсем недавно прям я смотрела ролик у эльвиры про пряжу вот yarnart называется она чё-то лен и софт ленан софт например может и не так надо слушать ролик оставить до ленан софт ленан софт там участочек тоненький участок толще ну так такой пряжа сейчас разные разные всякое-всякое много да но если например в том же опвиуме тоненький участок а толстый он намного толще то здесь нет как-то вот немножко он другой но девочки по моему телевира говорит именно про полинезию сравнили ее с полинезией там расцветки разные я бы наверно за какую-то очень такую или однотонную мне не люблю участки там секционок очень много я показывал а вот такие вот типа рябушек я ведь когда-то не любила сейчас посмотрите мне сплошные рябушек вот они такие элегантные что ли интеллигентные культурные эти рябушки вот я слово подыскиваю деликатные наверное потому что когда прям пестрить так что для меня ведь от рябушка была всегда вот оставился у бабушки пряжи мы берем черную берем беленькую его свяжем что-нибудь за три а при апрель не как однотонной тянулась а есть такие вот цвета так хорошо сочетается вот я сейчас вот пока чтобы не тут сиделось убрала вот тут же жилом который у них не жилом показал бенгаль бенгал до мед зелень ну опять же дело вкуса компонент то есть поискать эльвир под наполинезию что похож линан софта твой верочка хозяйка магазина дель я ее ролики смотрю она все больше бобинками балуется и мотки то есть можно найти что-то очень похожее это все равно да это о сравнили тоже мало иногда сравнение даже не в пользу дорогущей пряжи бывает иногда сравнению в пользу дорогущей пряжи но тем не менее вместо того чтобы сидеть а у меня нет возможности навязать такой из какой-то значит связать похожий тоже вот травку той от хлопка камтекс сравниваю с какой-то дорогущей пряжей сейчас не вспомню с какой сказал конечно немножко другое но я могу на пряжи более дешевой отработать например какие-то приемы как связать смотреть модель идет не идет а потом же сориентирована такой же цвет или на другой цвет с учетом каких-то ошибок да взять купить и радоваться что-то похожее сесть можно как второй вариант продумать продумать посмотреть на свою пряжу какую пряжу уже года два руки не брали еще столько же не возьмете нашу вас по плану вот это довязать это начать это начать это начать на авито распродать то что будет еще и лежать я не знаю год два пять кто там ее знает но нет у вас плана ближайших на нее продать на авито пусть я не знаю там три упаковки какой-то а купить только себе вот этой самой полинезии или там пять упаковок смотри какую пряжу мы продаем очень легко и просто на авито как девочки рассказывают продавать пряжу и купить себе вместо нее что-то и одну упаковочку или даже меньше упаковочки того что хочется как вариант зато связали носим чем это там залежалось у многих заряжалась может быть у вас не тот случай не залежалась может быть подумать где можно подработать очень многие пенсионеры сейчас подрабатывают еще что-то где можно подработать чем можно подработать кроме пряжи можно еще что-то выставить на авито у нас дома если посмотреть столько я не про всех буду говорить но тем не менее вещей которые мы не носим и не важно что это там куртка с тикеточкой которая была мало купил ну тут схватила и ладно там да может быть книги из которых вырос да это за копейки можно но все это в сумме все это как-то что-то может выдать посмотреть что продают на вид абсолютно все абсолютно все и можно как вариант еще выход нет видите я же не знаю вот одно дело вы живете одна вам обратиться некому это один вариант да а допустим вы там не знаю двое детей взрослых неважно дочь или сыновья у второй половинки уже есть на день рождения вы ждете пример да прям объявите товарищи дети я себе подарок присмотрела можете мне сумму вот такую можете мне и не надо этого стыдить ну я не знаю как с пустыми руками прийти радовать что-то будут а вы головной боль ты снимите пожалуйста или можете прямо вниз пакетиком с красным бантиком перевязать упаковку полинези я чтоб не пристала не знаю прийти пир фортуна вспомнила я это другая травка комптекса заменяет пир фортуну уж больно такая хорошенькая замечательная пряжа не вязала не знаю я смотрю благор то там то тут то есть это первая мысль заменить одно другим и детям головной боль сняли да и себя порадовали выхода есть самое главное не сидеть не злиться не переживать а вперед идти что-то делать поэтому я вам желаю повязать и той пряжи которая вам очень-очень нравится так ой скриншоты закончились пошли любовные записочки сейчас а здесь про домашних животных думаю что же я это блокнотик эльберчик подарил когда заказ не уделишь на обязательно подарочек положишь вот такой пресс про рамзика вопрос зашел кто-то увидел старый-старый ролик да где у меня рамзик снимался про плед наверное я его про плед он так лежал как раз на балконе я фотографию сделала он как-то не уходил и про мышата здесь уже специально вроде кот и мыши когда я мы вязали тапочки мышата я что-то больше не помню где он у меня был да как прятать кончики в толстой пряжи в общем кто-то ролик увидел с рамзиком и говорит что-то сейчас вы не показываете рамзи я написал что его нет несколько лет его нет летом кстати на радугу ушел и он очень болел очень болел прогнозировали когда мы ветеринарку все сначала вы подлечили нам старенький потом в двадцатке шло уже лет а потом уже даже на надежду прогнозов не давали хотят но мы еще три с небольшим года продержались его нет даже еще даже папа был жив и хорошо моим папа первый ушел он еще когда пришла к ним полы мыть ну что это все вот очень я поддерживал отец имя написали я бы про что никак не вспомню животных не хотите нет нет девчата я и рамзик это не моя была инициатива толюшка маленький-маленький в школу не ходил был в частном доме яда за животных а вот в квартиру это если любовь есть если стремление есть понимаете как мы берем ведь животиночку мы за нее в ответе а если я даже куда-то на день на два уезжаю смотри это нужно мне искать человека который будет ухаживать найти конечно можно но вопрос нужно ли этому человеку может быть из уважения за любви не откажет но тем не напрягать своими проблемами я считаю этот же нужен тогда прям последнюю очередь когда припёрла а так я не знаю вот опять мне однажды когда я сказала бы там вы кошатник или собак больше кошатница или собачница я прям честно ответил что я не кошатником не к собачнице не отношусь мне это честно и это же не значит что я там ездили ногами это я накормлю нас уже готовы коты все наши в лицо знают них тут три раньше рыжий был сейчас черный белый весь набор вот собачку я не знаю на лечение сброшу если где-то что-то вижу но я если мистерки вот только больше кошатница если я не то не так зачем я буду кого-то себя строить это одна мне женщина писал лучшего значит то то есть это что лучше я сама знаю о чем молчать о чем говорить поэтому я вот так вот не могу себя отнести у меня есть вот игорь когда я заказываю полотенчики с василика например с кота с котом или там кружечку я же знаю кому это потому что я знаю что такое балдеть от котов я это вижу у меня в окружении есть нет я себя таким не отношу я с огромным довольствием прихожу с огромным довольствием не только с гостинцем к хозяевам но всегда с гостинцем к четвероножкам всегда у меня прям отдельно может быть корзиночка с кучей еды для я люблю я вот но я не кошатница не собачница это факт так получилось что скотейка тоже со мной даже он то ли вырос он уехал другой город он закончил школу прям да и вот прям вместе с рамзесом все был он же не возьмет его с собой туда вот и как-то все это любила и лела влечила до последнего все сейчас я больше не хочу это так тяжело это так тяжело провожать я с эмоциями справляюсь все понятно но тем не менее надо быть собой честным домашние животные не хочу я им как тут простор кошка в деревне вышли погуляли вернулись поели да это собачка можно такую будет какую год но кошка домашнее животное было хорошо я ничего не говорю ну вот я пусть изредка но уезжают кому что поэтому вот на данный момент нет я не знаю как там дальше никогда не зарекают ничего поэтому домашние не хотели бы не хотела не хотела у меня цветочки такие которые могут спокойно без воды прожить от суккуленты в основном до которых не надо переливать те же орхидейки о которых мы с вами говорили они их редко 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 поливать надо есть такие цветочки которые обязательно поливать как можно чаще когда-то имя были я люблю когда много цветов когда у меня была такая возможность прямо чуть ли не уголочек зеленый вот надо же все любилю по делу как-то это думать когда заводишь хоть животные хоть цветочек чтобы было комфортно только наши какие-то желания удовлетворялись но чтобы комфортно животиночки если бы любила если бы фанатела конечно конечно то это было бы другой разговор прям поиск кланяюсь всем вот кто занимается животными приютами знаю прям девочку из приюта жертвую как деньги так и покупаю корм то что она говорила но сама не являюсь чего нет там нет огромное спасибо за внимание мой добрый зритель пойду-ка я начну новенький моточек и мы посмотрим сколько я продвинул так здорово сбоку соседи концерт закончили теперь хорошо хоть не дрель сколько мы с вами дрель то что-то постукивать сколько мы с вами дрель года полтора наверное под дрель я помню под новый год елочкой и мы тут дрели с вами нет дрели не мы просто на фоне дрели хороший такой вот фоновое сопровождение было вроде закончилось по 1 мотовчик начну и представляете еще два мотка и будет одежка а замолаживать все больше и ну что зато комфорт вот при такой погоде при 30 с чем-то и даже хлопок свискоза не спасет подумаю девочки я сегодня провела столько прям уже понимаешь на отсадиться снимать ролик а я полезла тонкий хлопок спицами крючком туники вот это все смотреть картинки прям себя не узнаю редки куда захожу для вдохновения мне такой есть египетский жемчуг то голубой я вот показывал недавно и даже вчерашний ролик показал и вот хочется мне один день просто джемпер который лето заканчивается зачем там это все пляжное не пляжного носи радуйся тонко потом прям ну что за следующий летом что-то такое вот у меня нет пляжной туники но я хочу ее связать из какого-то такого цвета бежевого типа джута вот такого цвета коричневуха желтокоречневатость мне хлопок покоя не дает и не важно что скоро зима надо что-то как-то картиночку я пошла посмотрю сейчас пошла а стала я посмотрю картиночки что мне не свойственно редко это бывает и девочки смотрят и по картинкам что угодно свяжут я такой категории не отношусь не 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 мне вот что-то такую деечку что ли вот и хочется редко с редким перевитием тонкий хлопок тоже жгутики с редким с редким нечастым перевить иначе будет тяжеловато и какие-то еще дырочки будет красиво вот это пока идея но она сейчас все нет и потом завтра улетит и что-то другое вернется но ничего пока я буду полупать свитерочек новый хотела я новый процесс после того как мои половички домотканные носочки связались так я и завела носки пока держусь пока держусь прям очень хочется вязать варнушку и потихонечку продвигать то что продвигается вот это вот такое три четыре процесс меня более чем устраивает все продвигается готовой работы есть это какой-то такое какая-то упорядочность и вот отсутствие хаоса для меня девочки ничего не говорю кто любит начать 100 500 процессов начинать вам так комфортно мне так некомфортно поэтому будем смотреть друг на дружку до чему-то учиться чему-то удивляться и вообще в этом и заключается замечательность нашего творчества огромное спасибо за внимание и до новых встреч они обязательно будут